На оперативное совещание пригласили художников из Крыма, которые нарисовали на городской набережной картину в технике граффити, посвященную пятилетию возвращения полуострова в состав России. Глава района Алексей Валов вручил им благодарственные письма. Мы делали на память о великой дружбе Крымского полуострова с городским округом Щелково. Вы же знаете, что мы побратим с Феодосией, а теперь уже побратим и со всем Крымом. Спасибо вам большое. Алексей Валов рассказал о своем участии в областном семинаре руководителей муниципалитетов и членов правительства. Один из вопросов – цифровизация работы органов власти и управления. В пример привели работу администрации Щелковского района с жителями через соцсети. Непростой семинар с большим количеством информации. Исходя из этой информации, мы пришли все к выводу, что необходимо идти по пути создания цифрового пространства. Но при этом, надо не забывать о безопасности. Приятная новость. Щелковский хлеб признан одним из лучших в стране. Нарезной батон производства компании «Щелковый хлеб» получил российский знак качества, которого удостоены всего 14 образцов продукции. Мы можем гордиться тем, что именно в нашем муниципалитете выпускается столь качественный хлеб. На оперативном совещании также проверили исполнение ранее данных поручений. Среди вопросов, находящихся на контроле, в частности, развитие дорожной сети, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, борьба с борщевиком и работа МФЦ. Щелковский многофункциональный центр сегодня занимает 13 место в рейтинге. Задача – вернуться в десятку. Что касается перспектив, то работа МФЦ все больше уходит в виртуальное пространство. Офисы на территориях ожидает сокращение. В некоторые обращаются не больше десятка человек в месяц. Закрывается офис на Загорянке под вопросом Гребнева. По указаниям правительства Московской области, главного управления, контрольного управления, которое регулирует деятельность МФЦ, сейчас все-таки больше переходим на прием заявлений в жителей в онлайне. То есть это норма работать заявителем. Снова на совещании обсудили работу с обращениями на портал Добродел. В частности, механизмы борьбы со спамерами. Количество однотипных, зачастую не объективных жалоб, отвлекает исполнителей и мешает должным образом отработать другие обращения. В городе с администрацией Шоповского муниципального района, спортового государственного пусту, вступило в 953 уникальные обращения, вошедших в статистику. Среди них, по лидерам у нас опять Сергей Николаевич Говоруха, 264 обращения, Мария Маренкова, 36. Начались работы по ямочному ремонту дорожного полотна. По сообщению Анатолия Дергачева, на дорогах регионального значения компания «Мосавтодор» отремонтировала уже 380 ям из 560. Этим летом будет построена дополнительная полоса движения на выезде с улицы Заречный на Пролетарский проспект. Это позволит сократить время проезда перекрестка и увеличить пропускную способность Заречный. Производство работ предусматривает вынос инженерной коммуникации, устройство дополнительной полосы движения протяженностью 80 метров, шириной 3,75 метра, перенос существующегося топорного объекта и устройство съезда на право под стрелку. Также сообщили о том, что достигнута договоренность об изъятии участка под строительство подъездных путей со стороны Заречный к новому мосту на Соболевке. Реконструкция инженерных объектов ЖКХ предусмотрена государственной программой Московской области развития инженерной инфраструктуры и энергоэффективности. Модернизация КНС Соболевская и капитального ремонта пяти объектов. Это три ВЗУ по поселу Костонстанинский город Щелково, ВЗУ номер три по улице Центральной город Щелково, второй этап, и ВЗУ поселок Загорянский по улице Розовик-Сингур, первый этап. А также продолжится работа по реконструкции двух участков межрайонного коллектора. Проектная документация будущей котельной на улице Беляева получила положительное заключение госэкспертизы. Зам. главы администрации Олег Болотин доложил о планах борьбы с борщевиком Сосновского. Работа будет организована за счет бюджетов поселений. Ведутся переговоры с компанией Щелково-Аграхим о предоставлении химических средств уничтожения растения.